Жители домов 14 и 16 по улице Горького наконец-то смогут заселиться в свои квартиры. Новоселье они ждут еще с 2021-го, когда завершилось строительство этих девятиэтажек. Но почти два года дома стояли без коммуникаций. Строила дом одна компания, инженерные сети подводит другая. Дома остановились в 2021 году, остановились в связи с повышением цен, делалась корректировка проекта. Когда сделали корректировку и завершили строительство, у нас уже по сетям не пошли цены. Снова сделали корректировку. Сейчас в домах подключены все коммуникации, говорят в городском Акимате. Но многоэтажки простояли зиму без отопления. Подрядчик устраняет возникшие недочеты, о которых сообщают жители. Все эти работы проводят за счет застройщика. Гарантия на дома – два года. В течение этого времени владельцы квартир могут заявить об обнаруженных недочетах, говорит градоначальник. Спрашивают жители и о благоустройстве. Сейчас вместо дороги здесь полоса препятствий из грязи и ям. У нас сейчас реконструкция идет улицы Горького. Мы думаем, что до конца этого месяца дорога будет завершена, асфальт будет проложен. А благоустройство должны завершить до 15 сентября. Обещали на месяц раньше. В качестве неустойки подрядчик за свой счет сделает во дворе парковку и дополнительное освещение. Помимо этого в доме не работают лифты. Они должны пройти испытания, а жителям нужно заключить договор с обслуживающей компанией. Сейчас завершаются работы по коммуникациям и на других проблемных объектах, рассказывая таким городом. 16 домов проблемных. Это дома, которые были построены два года назад, но ИКИ не были подведены. И вот задача была какая. В кратчайшие сроки мы должны были запустить эти дома. На сегодняшний день 8 домов уже готовы ИКИ. И мы начинаем процесс заселения. На сегодня в дома подали воду, электричество, работает канализация. Все есть. По парковой 21, там мы делаем дорогу. И там тоже на завершающем этапе асфальтирование и мафа остается по благоустройству. Сети все протянули. С ними тоже сегодня встретились. И они сейчас начнут оформлять договора и уже тоже делать свои документы для заселения. Третий сектор Туалиханова заселение идет. Там тоже на этой же стадии все коммуникации подведены. Благоустройство находится на стадии завершения. Это тоже остались мафы и второй слой асфальта. Тоже люди будут заселяться.